Уже в предыдущихся общениях и докладах. На чем бы я хотел остановить свое внимание вместе с вами? На некоторых вопросах, которые уже сейчас возникают во время нашей конференции и в интерспективах. Наверное, я использую понятие казанского периода Бехтерева для некоторого, очень небольшого анализа мыслей этого великого ученого с тем, чтобы показать на его примере, насколько эвристичны те идеи, о которых говорил сейчас предшествующий оратор, о том, что очень гениальны были все-таки наши земляники. Ну и, видимо, начать нам надо еще раз с того, что единит, объединяет великих земляков и лабудей. Вот через призму и Бехтерева, и сегодняшних тенденций, я вижу их единит понятие духовность. Духовность, в моем понимании, это то, что, говоря очень практичным языком, это стремление человека к истине, к добру и красоте. То есть, вот этих, вот так и хочется сказать, настоящих мужиков, объединяло то, что они очень стремились постичь мир научными средствами. И, как очень сегодня было хорошо сказано, и постичь мир образными средствами, в результате возникает действительно полная, полноценная картина мира средством великих людей на материале елабуде. И последнее, что я вам хотел сказать. Вы знаете, сегодняшний век, как мы его, интересно, иногда социокультурных средствами называем, это век постмодерна. То есть, традиционное, уже модерновое движение утрачивается, когда в цене была классическая наука, очень выстроенные подходы, очень большая значимость, больших массивов данных, средняя статистика, и идет движение, не случайно, к отдельной личности, к отдельному человеку, к качественным исследованиям и к помощи человеку. Вот в этом плане, наверное, я увидел, что мы в Казани положим действовать самостоятельно. Медицинский университет, Академия, наш институт психологии сами организует такие вот конференции и говорим в рамках только психологии, только психиатрии, только неврологии. Музейная площадка – естественное средство для комплексного подхода в решении действительно хороших проблем в области, допустим, бехтереведения. Это чудесная мысль. И дай Бог, чтобы вот это продолжалось, а мы принудительно были бы собраны в этом плане и обогателись взаимно вот этими идеями. Мы теперь ближе к тому, что составляет действительно внутренний мир самого великого бехтерева. Тут уже говорилось о том, что я вот хотел процитировать бехтеревскую позицию, что духовность в рамках понимания бехтерева заключается в том, что она не исчезает. Текст имеется. Каждая человеческая личность, имеющая опыт предков, свой личный жизненный опыт, не прекращает свое существование вместе с прекращением индивидуальной жизни. Она продолжает его в полной мере во всех тех существах, которые с ней хотя бы посленно соприкасаться во время жизни. Духовная сторона личности живет как бы разлетать, но зато живет вечно. То есть в этом плане, возвращаясь к предшественному слайду, я бы хотел сказать, что движение или желание понять явление бессмертия в свое время было свойством нашим античным мыслителям и Платону, и Аристотелем, в котором был другой термин, допустим, ну, всемирный разум Платону, в Аристотеле был. Это свойственно вернадскому, когда он, как говорили, о ноосфере. В психологии один из психологов, Петровский, посчитал, что это надо непременно ввести в структуру личности, то есть явления продолжили себя за пределами своей жизни. Ну, и я думаю, что у Бехтерио это получается. И на самом деле, мы обменялись мнению из Апании Лазаревны, и здесь хорошая была позиция, Моссу Фасарковичу, что Бехтерио постоянно, вернее, постоянно оппонент Бехтеря, Павлов. А вот что сейчас наблюдается? Наблюдается то, что в учении Павлова потихонечку-потихонечку как-то уходит, превращается в частность, несмотря на его Нобелевскую премию. А учение Бехтеря во всей его такой многоплановости все больше и больше высвечивается, ну, начиная, видимо, с 90-х годов. И работы его сейчас публикуются, они осмысляются. И вот в нашей психологии, например, наряду с выдающимися школами, допустим, Выгодского, Анагиев, ученика Бехтеря, все чаще и чаще возникает идея вытащить по всей полноте школу Бехтерева психологию, но в сочетании уже, в сочетании. И здесь еще возникает одна проблема, которая поставлена в свое время Бехтерев. Вот наша сегодняшняя система обучения, допустим, в университете, где у нас существует там отделение факультета психологии, мы ощущаем бедность ее, я вот сейчас как бывший декабр говорю, точно, бедность, потому что нам не хватает знаний и практики пограничных движений в сторону психиатрии. Но у медицины своя линия, у психологии своя линия и так далее. То есть мы пока еще до сих пор живем в веке дифференциации из наук, не очень приближаясь к тому, что Бехтерев нам заповедовал контекстный подход к человеку. Но он был просто гений, он был во всех областях знать это и приближаться, и решать эту проблему. Мы не гений, но нам надо сближаться, это я понимаю. Следующая позиция, которая мне очень нравится. у Бехтерева в его работах, особенно психика и жизнь, очень много уделяло внимание энергетике. Вот я считаю, что на сегодня Бехтерев, как человек научного направления, заложил очень много позиций для того, чтобы мы понимали, что этот вопрос совершенно не решен. То есть все отмечают, что несмотря на внешние детерминации, внешние факторы, всегда существует то, что называется субъективность, то, что называется инициативность, и вот в экономии стало понятие субъектность. То есть внутренняя инициативность, стремление человека что-то делать. Вот Бехтерев говорил о том, что это внутренняя энергия, которая обязательно должна найти окражение вовне. Категория энергии не психологическая, не медицинская, не философская даже, она общенаучная. И я думаю, что вот на материале этого направления мы имеем право создать некоторый семинар, допустим, физика, даже, ну, представители естественных, но изучающих неорганический мир, и представители коммуникальных, медицинских новых, физиологических знаний, для того, чтобы, может быть, пообсурдать процесс этот. Потому что истоки энергичности, энергии, инициативности, субъектности нуждаются в осмыслении. Я думаю, что эта мысль поставлена совершенно правильно. так, и я прошу еще несколько минут. И вот, что еще хотел бы сказать. Ветхер, стремясь понимать человека как тело, находящееся в подчинении законам, по которым живет Вселенная, постарался расписать, что есть масса законов, который распространяется на человека. У меня же в ритме два закона. Допустим, закон сохранения энергии, вот в рамках этого у него написано, психика и жизнь, и закон ритма. Вот закон ритма, как нельзя лучше у нас укладывается в психологии, на ту часть наших идей, которая связана с работами наших отечественных классиков советского периода. Явление интериализации и экстериализации. Городка говорит, что, будучи марцистами, все говорили, бытие первично, значит, сначала существует мир, потом он перемещается в онлоком в онлоком в третий план, так формируется сознание. Ну, другие, там, начиная от Платона и сегодняшние гуманисты, гуманистичные психологи говорят, нет, человек рождается с чем-то и потом потихоньку происходит самореализация всех его способностей, никому удалось найти такую работу, где у него все получается. Хоть счастлив. Не удалось, ну, в общем, тебе не очень повезло в жизни. Так вот, видимо, это заложено вполне в нашей современной психологии, что внутренняя мыслительная деятельность постоянно переходит во внешнюю деятельность, когда мы создаем материальный продукт. И обратно внешняя деятельность побуждает размышлять нас. И здесь мы сталкиваемся с тем, что и Вехтерев, и наш Выбодский, например, имели одно и то же очень близкое понятие. Выбодский выразил это так, что это зоны ближайшего развития человека. Но они могут быть открыты только вследствие действия ритма. Ну и последнее, в чем я очень гордо как-то остановился, идея, которая, я думаю, не была разрешена в Екатериуме, и которая и на сегодня издается и общая научная идея, и скажем так, координационная идея. Вехтерев один из принципов Казанского периода сложился, и он его приверил всюду. Теория и практика должны быть вместе. Теория и практика. В научном плане это нашло у него в понимании того, что сознание это и объективная вещь, и субъективная вещь. Дальше, оставаясь сторонником науки, он говорил, наука это только то, что делается с объектами виденными, и я могу их измерять, изучать без, как сказать, прикосновения к этому субъективному миру ученого. Надо это всячески отстранить. Поэтому он старался и приборы создавать, чтобы отстранить субъективное начало. Но вы образуя инициатором инициатором создания психоневрологического института 908 год. Что он пишет в качестве девиза образования института? Познать человека это движение и помочь ему. То есть это его стремление к тому, чтобы с каждым говорить отдельно, учитывать его желания, стремления, хотения, мотивации, как мы говорим, субъективную сторону. Иначе не вылечит больного. Вот и что получалось. Он попал в противоречие сам станем с собой и я думаю, что на сегодня это нерешенный вопрос для всей нашей науки. Мы стремимся сегодня тоже в частности психология с одной стороны познавать человека на уровне научного осмысления, на уровне среднестатистических сведений и данных с коррекционным подходом в практике говорят. Ну и что? Ты знаешь, что из себя представляет средний человек? Ну вот к тебе пришел живой реальный человек на консультацию, на зрение. С ним надо работать как с отдельным человеком. У него среднестатистические данные не распространяются. Вот я говорю, мы здесь возвращаемся к тому, что видимо постмодерновая идеология начинает сказываться и требовать и от нас этого. То есть надо к одному человеку идти. И как учесть и научную позицию, которая не всегда указывается в прогросто вложит понимание единого человека и практику, помощь. Я думаю, что это проблема непростая. И в отечественной психологии на сегодня сложилось такое представление. А может быть организовать подготовку по двум новым. Теоретическая психология, как тебе будет сегодняшний стандарт, и практическая психология. в медицине это реализовано. Нам надо поучиться, я так думаю, что по циклам образования у врачей, у медиков. А у нас это организовано плохо. То есть все психологи возмущены тем, что не дают достаточно числа практических знаний, сведений, а не позволяет этого делать, проблема осталась. тем не менее я буду вынужден и будем прийти к тому, что это должно быть сделано. Спасибо.